Мы ребята озорные, мы ребята удалые, всех на ярмарку зовем, мы ватрушки продаем. И не только ватрушки, солености, домашние растения, книги и даже уютные вещи для домашнего интерьера. Все это можно было приобрести на традиционной благотворительной ярмарке, которую организовали работники производственного объединения «Старт». Многие подразделения откликнулись, конечно, и это очень приятно, потому что все-таки это благотворительный марафон. Все средства, собранные, пойдут на лечение ребятишек, поэтому отвлекаются все, помощь оказывают все. Даже вот если смотрим за мной фото-зона, которую организовали наш совет молодых работников, стоило только попросить, и нашлись и поддоны, и люди в свой обеденный перерыв помогли покрасить, организовать это место. То есть люди настолько у нас открытые. Заводчане не просто активно принимали участие в благотворительной доброй ярмарке, но и старались делать это креативно. Сотрудницы девятого цеха привлекали покупателей частушками и яркими нарядами. С душой готовили, с душой наряжались, с душой продаем во благо. Что продаете? Выпечку, рукоделие, цветочки, кактусы, все собственное производство, все своими ручками сделано. Их все пишут, девчонки, вы представляете, сколько стоит это дело выращивать. Изначально семечки, потом рассадка, а потом, представляете, как красота вырастает. Купите всего-то, всего 20 рублей. Заводчане охотно и активно приобретали товары, представленные на благотворительной ярмарке. В этом году, как и в предыдущей, особой популярностью пользовались домашние цветы. Поэтому цех озеленения производственного объединения «Старт» представил большой выбор растений. Мы предлагаем сортовые цветы. Эти сорта у нас посажены и в завод управления. Поэтому, чем богаты, тем и делимся. Приносим людям хорошее настроение. Заводчане не пожалели ни сил, ни времени на то, чтобы смастерить всевозможные сувениры для благотворительной ярмарки. Рукодельницы предлагали коллегам приобрести модные аксессуары ручной работы. У нас все сделано своими руками. То есть у нас есть бисерные броши, имбирные, ну их уже, правда, количество передела. Имбирные, медовые пряники. Цветы тоже сами сажали. Арбузы, экзотическая закуска. Тоже сами мариновали. А это вязаные авоськи, как говорится. Насколько я знаю, последний писк моды. Прилавки благотворительной ярмарки удивляли разнообразием. Цены радовали. Поэтому торговые ряды под открытым небом пустили быстро. Я каждый год принимаю участие в данной ярмарке благотворительной. Каждый год я приобретаю цветочки, фиалочки, которые украшают мое рабочее место. Еще я планирую приобрести яблочки. Всегда здесь люблю купить. И еще выпечку здесь. Всегда очень вкусные. Цены приемлемые. Я радую и себя. И принимаю участие в благотворительности. Ярмарка, как обычно, веселая, хорошая. Все на ней есть. На разный выбор. Вот, пожалуйста, сладости, кабачки, патиссоны, помидоры. На любой вкус, кому что нужно. Итоги благотворительной ярмарки на производственном объединении «Старт» будут подведены в ближайшие дни. Все собранные средства будут направлены в фонд поддержки городских инициатив «Заречного» в программу «Дар во благо» и распределены между семьями с детьми, которые нуждаются в лечении и реабилитации. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».